Маск, Варья, билдь мне, вовсе, 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 вовсе. Лут Лориен против гномов, мистер Смог за гномов всегда играет, в этот раз Синие горы у него, раньше матчап считался практически не рабочим для гнома, то есть гном скорее всего бы проиграл, либо выиграл бы он только в случае, если противник слишком ниже него по скилу, но на этом патче ситуация поменялась, и теперь я бы даже сказал, что в начале игры, матчап в пользу гнома, но если лот Лориен дотянет хотя бы до мидгейма и в определенную стратку сыграет, то у гнома будут большие-большие проблемы, но посмотрим, как это все пойдет, мистер Смог не любитель стартовать в повозку, а благодаря повозке этот матчап в пользу гнома в начале, я считаю, потому что Лориен вынужден будет играть от защиты, Лориен не может играть в всадников на лосях, потому что повозка с помощью бочонка убивает чуть ли не весь отряд всадников сразу же, а если вы играете в масс лосей, то есть вы спамите ими, и иногда может быть момент, когда ваши лоси все в одной кучке насачатся, то есть челик может подъехать и буквально одной кнопкой выбить вам пол армии, если не всю, поэтому Лориен будет вынужден играть от защиты, ему надо будет стачить пехоту, карта большая, далеко он отбежать от базы не сможет и все это дает гному большое-большое преимущество, но Мистер Смак в повозку не играет. Мистер Смак играет сразу же в казарму, два отряда мечников я у него вижу и на центре строится шахта. В это время Некор забирает тролля, начинает сносить его в хижину, выходит во вторую казарму, это в принципе хорошая идея, но я думаю, что он ожидает повозки, но тут в принципе прям наистандартнейший сейчас старт, который в обычных матчах я кстати считаю плохой игрой, но вот именно против повозки Некор делает все то, что нужно. Сносит сам казарму, правильно. Нужно лучников убирать, кстати. То, что он сейчас не подводит лучников к себе на базу, это большущая ошибка, крип не стоит таких денег, потому что он не сможет сейчас строить подкрепление, ему нужны лучники. Либо он сейчас... А, окей, он ставит третью казарму, ну ладно, может быть... Может быть, если сейчас Мистер Смак сносит эту ферму... А, он что, передумал что ли? Мне кажется, надо сносить ферму, тогда его атака окупится, причем с лихвой, потому что минус казарма в начале. Это очень даже круто. Еще два отряда высаживаются, справа появилась еще одна шахта, деньги получает Некор и будет захватывать таверну, скорее всего. Ему не помешает выйти в Биорна, либо в мага природы, и то, и то ему поможет. Я думаю, что Биорн сейчас будет отличным решением, потому что повозка все же может появиться рано или поздно, а Биорна не продавить. То есть Биорном можно бегать, сносить ему шахты без какого-то риска. Еще один отряд прокрадывается в тыл, решает не захватывать таверну Некор, потому что у него слишком мало сейчас армии. Выходит он в отряд мечников, но вот это вот проблема того, что он решил все же крипить и не подвел отряд лучников. Ему просто нечем отбиваться на базе. Выход в Халдера, ну, идея, конечно, любопытная, Халдер бьет с Плэшом, но, как видите, всего один отряд мечников, гномов. Этого практически достаточно, чтобы Халдера убить. Поэтому вложение такое себе, слишком рискованное. Пытается спасти последнего лучника Некор, это в перспективе поможет ему воскресить весь отряд. Халдер остается в живых и получает второй уровень. Теперь уже у Некора есть отряд мечников. Ему срочно нужно искать и сносить эти шахты. Еще лучники, еще копейщики подстраиваются. Посмотрим по развитию 450 очков командования у Мистера Смока. Плюс сейчас эти очки станут шестью сотнями. Четыре очка он заработал. В это время всего два, ну, практически три очка заработал Некор. И 320 у него в экономике он проигрывает. Но у него есть более-менее армия. Чем не может похвастаться Мистер Смок, ему надо что-то срочно строить. Потому что просто пехотинцами этот стак не убить. Гномы не смогут догнать эльфов. Эльфы будут просто кайтить. И Мистер Смок решает выходить в лучников Дейла. В принципе, замечательная идея. Также лучников можно строить даже из этих казарм. Минус еще одна шахта. Ну-ка, а... А, окей, обзор не дает эта сигналка. То есть Мистер Смок может прокраситься с этой стороны. Что он вроде как и собирается делать. Некор идет в контратаку. Мы видим, что армия гнома движется пешочком сверху. Отбиваться пока что нечем ему. Минус шахта, скорее всего, сейчас будет. Но рабочий может спастись. Но нет, нет. Не повезло ему. Хост Мистер Смок. Окей. Это грустно на самом деле. Так, погодите-ка. А, лучники вернулись. Лучники будут на защите. На базе. А эта пачка будет что-то проносить. Раз, два, три, четыре, пять отрядов. Оу. Ну... Надо будет очень много всего снести. То есть, чтобы окупиться хотя бы... Хотя бы прям терпимо. Ему надо снести вот все вот это вот. Это возможно, кстати. Еще отряд подходит с другой стороны. Гномы пытаются уйти в тылу. Но Мистеру Смаку, в принципе, удается отвезти противника от своей базы. А это самые важные. Ну, кстати, возможно, проблема Некроманта в том, что он не разведал базу противника. Ну, он не мог на него нападать. Сейчас перестал это делать. Хотя, я бы советовал хотя бы один отряд мечников отправить все-таки на снос экономики противника. Но, тем не менее, он, скорее всего, до сих пор боится повозки. Поэтому не выходит во всадников на лосях. Но вот, определенно, всадники сейчас зашли бы идеально. Вся эта пачка состояла из мечников, исключая только один отряд, который был копейщиком. То есть, насколько легче было бы отбиваться, если бы было хотя бы три отряда всадников, допустим. То же самое и здесь. Можно было бы быстро лучников продавить. А так Некор очень сильно пострадал. У него остается мало лучников. И, что самое важное, я не замечаю нигде... А, блин, я не могу сейчас посмотреть. Я не замечаю халдера нигде. Неужели я прошляпил момент его смерти, но... А, вот он. Окей. Он там, видимо, лучников убивал. Невероятно, но... Это поражение Некора. Я не представляю, как ему сейчас отбиваться от такой большой пачки. Да, конечно, мистер Смак будет продолжать понемногу сливать свои войска, но... У Некора просто зданий не осталось. Поэтому он может себе это позволить. И так и произошло. Переходим во второй матч. Ух ты, да ладно, обожаю эту карту. Второй матч у нас проходит на карте Ривера Форд Руин. Снизу играет мистер Смак за Синие Горы, а сверху играет за Мордор Некор. Окей. Давайте мы чутка промотаем. Видим, что мистер Смак уходит наверх. Крипится. Ну, тут для него идеально. Дабл Крип может быть. В принципе, Мордор себя тоже здесь очень хорошо чувствует. Можно банально стартовать с лучников. Хоть это и не самый быстрый способ фарма, но тут есть призраки. И лучниками выгоднее будет просто разбежаться в разные стороны и тоже попытаться замутить себе на Белл Крип. Выход в Копейщиков минус тролль. Выход еще один ряд Копейщиков. Здесь тоже ожидает рабочий отвлечение делать. И нечто неожиданное от Некроманта. Он не будет крипиться, он будет рашить. Да, верно, но... Окей. Ну, обычно я, конечно, одобряю такой стиль игры, но не на этой же карте. У тебя прям под носом 500 монет. Это же выгодно. То есть ты не успеешь противнику снести столько экономики, чтобы он пожалел о том, что он пошел крипиться. Хотя Мистер Смак уже, в принципе, закрипил. Потому что стартовал, по сути, сразу же с казармы. Ну, довольно-таки странные решения от Некроманта. Ну, посмотрим. Единственное, что может сыграть для него, это то, что Мистер Смак не играет в повозку. Обычно. То есть дефаться ему придется по-нормальному. Кстати, правильно делает сейчас Мистер Смак. Он прикрывает другую сторону шахты. То есть если бы Некор поступил как надо, ну, при попытке снести ключевую шахту. Это самая ценная шахта сейчас в игре. Ему надо было бы сразу, вот когда он убегал сюда, ему надо было поворачивать и забегать сюда. Но так он не смог бы окружить ее, и только малое количество орков сносило бы шахту, что позволило бы Мистеру Смаку перестрелять их крепостью и своими войсками еще и обойти так же. Да, неудачная попытка снести вторую шахту. Мистер Смак высаживается сразу на орков. Ну, Некор допускает, к сожалению, слишком такую банальную ошибку. И ему удается пробежать прям впритык. Вот это, конечно, фейл. Но он сносит... Он казарму, нет, сноси шахту. Вот, вот, правильно, правильно. Прямо я ощутил боль в сердце от того, что Некор допускает такие ошибки. Но вовремя он реабилитировался. Минус самая ценная шахта для Мистера Смока. Ему очень грустно от этого. Он вряд ли сможет ее снова сюда построить. Ему придется где-то в другой точке это делать. Он теперь будет терять время, если захочет высаживать войска из казармы в шахту сразу же. Также попытка высадиться на базе Некра не увенчалась успехом. Минус практически рабочий, но Мистер Смак вовремя среагировал. Неплохое такое количество гномов у него на базе скопилось. Но им надо как-то высадиться, иначе в этом не будет смысла. Но рабочему никак не удается это сделать. Некор контролирует территорию. Единственное, что ему стоит отправить несколько воинов, потому что копейщики не так быстро сносят здание. Ну то есть... Окей. Они не успеют отменить эту шахту. Хотя бы отряд орков надо было отправить еще. Сейчас будет большой фейл, когда огромная пачка гномов высадится прямо в тылу. Он же должен это понимать. Окей. Прикол. Что же будет делать Некор? У Мордора казармы не такие толстые, как у других фракций. То есть... Мистер Смак может просто в тупую прийти и разнести все, кроме крепости сейчас. И Некор не сможет ему помешать. О, он решил вернуться. Но вот это, конечно, довольно-таки грубая ошибка была сейчас. Этого можно было избежать, если бы он сразу же... Вот когда копейщики начали бегать за этим челиком, и они явно не бегали на автомате. Там видно было, что Некромант контролил ими. Ему надо было просто отправить несколько отрядов мечников, они успели бы отменить шахту. А всю остальную пачку действительно отправить в атаку. А так получается, что ситуация похожа на то, что было в первом матче. Не так плохо для Некроманта, конечно же, но тем не менее, он снова вынужден играть от защиты. И для Гнома это просто замечательно. Но внушительная пачка лучников, однако, очень даже хорошая. Но это ему не поможет. Ну, он, конечно, справится с Гномами. Но ущерб уже был нанесен. Еще и минус одна яма будет строиться сзади забойня. Но мы пытаемся спасти свою жизнь. Очень много их погибло. Мистер Смок из таверны вовсю уже спамит. И, возможно, готовится еще захват второй таверны. Также строится подкрепление из казарм дополнительных. Идет криппинг. Возможно, Мистер Смок хочет захватить эту сторону. И гоблины ему просто мешают. Но посмотрим, что сейчас предпримет. Да, некор должен обнаружить сейчас эту шахту. И ему понадобятся эти лучники. Да, кажется, он понял. В принципе... В принципе, ситуация сейчас в его пользу. В этой позиции ему легче будет отстреливать. Гномов. Лучников Дейла всего три отряда. И этого недостаточно. Чтобы справиться с вот этим вот всем. Конечно, может повозка приехать. И полетел Некромант. Он будет мешать лучникам. Если сейчас некор сносит шахту, то спастись у Мистера Смока смогут разве что лучники. При условии, конечно, что некор будет их догонять. И в принципе так и происходит. Хотя шахта еще цела. Высаживаются два отряда. Но это лишь корм для Некра сейчас будет. В это время Мистер Смок докачался до второго тира. У него уже экономика хорошая. У него неплохое количество предела населения. Минус Некромант. И все прикрытие из орков заканчивается сейчас у Некра. Я бы советовал орками сейчас отступить. Потому что лучники Дейла стреляют уже по лучникам-оркам. И преимущество свое некор потерял. Лучники-то Дейла, они посильнее, чем обычные орки-лучники. Просто орки-лучники получили преимущество из-за того, что по ним вообще никто не стрелял. Их целая куча. Но сейчас уже другая ситуация. Теперь они стреляют по гномам, а Дейловцы по ним. То есть, ну такое себе, такое. Невыгодно. Хотя есть, конечно, Назгуль, который хорошо танчит. Но Мистер Смак не нубас. Он по нему не стреляет. Он стреляет по лучникам. И мы уже видим, что Некромант практически всю свою пачку потерял. Остаются огрызки из основной армии. И два отряда из подкрепов. Которые пипец, как уже быстро опыт набрали. Или они раньше были, я просто не обратил внимания. Также строится мясо. Вы тоже вышел во второй Тир, Некор. Снова армия Мистера Смака зажата. Будет ли подкрепление? Один отряд есть. Ну, такое себе. Минус шахта. Да, эти ребята зажаты. Но, возможно, Дейловцы смогут спастись. Они как бы быстро бегают. А вот гномам не суждено спасти свои жалкие жизни. Три очка у Некра. И семь очков уже у Мистера Смака. Ух ты, они не спасутся. Им некуда бежать. Вот это, конечно, катастрофа для Мистера Смака сейчас. Он по-прежнему лидирует. Ну-ка, погодите-ка. Да, он лидирует по прокачке, но всего на два очка. Экономика у ребят одинаковая. Это при том, что у Мистера Смака одна таверна. То есть у Некра я бы даже сказал, что экономика получше. Причем на три где-то. Может на четыре даже фермы. Это может быть камбэк. Ну, это сейчас уже камбэк. Просто вопрос в том, сможет ли Некр этим воспользоваться. И в итоге нормально так запушить и победить. Сейчас некоторое время Мистер Смак не сможет тдфить свою экономику. У него просто недостаточно войск. Теперь-то он выходит в повозку, наконец-то. Но все-таки есть время. И довольно-таки много времени у Некра. Кстати, Некроманта он не воскресил почему-то. Минус еще одна шахта. Давайте смотреть сюда. До сих пор два очка. В плюсе у Мистера Смока. Это, видимо, потому что он здесь закрепился быстренько. Очень много открытых забоинь тоже для сноса. Что является однозначно большим плюсом. Сейчас. Ух ты! Есть огненные стрелы! Он может крепость снести. Может быть минус повозка. Это да, это сто процентов минус повозка. Единственная надежда Мистера Смока сейчас нафармить очки в этом сражении и выйти в Гэндальфа. Лучников не так уж и много. Но много очень мяса. И ему будет сложно с двумя отрядами дейловцев как-то от этого задефаться. Очень хороший страх от Некро. Но он решает, что, видимо, это не царское дело сносить крепость. Нужно сносить лучников. Происходит что-то супер странное. Сейчас Некромант мог с легкостью убить этих лучников. Хотя он и так их убьет. Что произошло? Его кто-то отвлек что-ли? Почему он отступает? Построился Некр. Сразу же. Бесконечное полчища. Я не понимаю. Это какой-то слив. У него же преимущество. Почему он отступил? Неужели эти два отряда настолько его выбесили, что он всю армию забрал? Окей, это прям похоже... Нет, я не понимаю, что происходит. Некр поступает очень стрёмно. У него преимущество. Он сливает своё преимущество. Он мог бы выиграть в этом матче. Ну, по крайней мере, там он мог жестко поражать Мистера Смока. Может быть и не выиграл бы. Ладно. Но шансы на это были довольно-таки высоки. Плюс у него и подкрепление на базе есть. Он мог бы это подвести ещё. Бред какой-то. В итоге, смотрите, Мистер Смак просто на халяву убивает орков. Формит. У него скоро появится Гэндальф. Я вангую. Он просто призовёт Гэндальфа в настаченную пачку. Снесёт всех лучников и выиграет. Хотя, в принципе, Некор тоже фармит третий тир. И там будет Мума-кил. Тут нет копейщиков. Но у Мистера Смока раньше будет. Да. Сейчас прям будет. Он сейчас на забойнях нафармится. Это будет победа. Окей. Интересно, может быть, Некромант посмотрит этот ролик и напишет в комментариях, что тогда у него творилось в голове. Может, его кто-то отвлекал. Но это просто супер тупое решение было. Он проиграл вот реально из-за того, что не стал доносить здание Мистера Смока. Кстати, очень плохой призыв Гэндальфа. Мне кажется, Смоку надо было просто подождать, чтобы сзади его призвать. И можно было бы целую кучу лучников снести. Ну, там, понятное дело, что в тот момент у него не было обзора тогда. Но просто надо было подождать удачный момент и всё. Ну, окей. Мои способности вангования не сработали. У Некра есть шанс. У него огромная пачка. Этого вполне достаточно, чтобы снести Гэндальфа. Всё, что ему надо сделать, это разделить войска. Чтобы они не были настачены. Тогда он не будет бояться, вот как сейчас, когда Гэндальф подходит. И Некр боится, что он всё потеряет и сразу всю армию забирает. Ему просто надо, чтобы они были распучкованы. Там он потеряет один-два отряда. Это вполне допустимо. И зафоксить Гэндальфа и всё. Либо даже вообще забить на это болт. Фоксить войска. И когда Гэндальф убьёт там пару отрядов, он становится практически бесполезным. Он будет бросаться с новыми шишками. Но если ваши войска не настачены, то вы не сильно-то потеряете их. Армия огромная до сих пор. Ну, посмотрим. В общем, Балин появился. Теперь у Гномов есть защита. А точнее 25%, потому что вторые 25% у нас Бульчик сжирает. Но вот, да, не хватает контроля, к сожалению, Некру. Ну, типа, просто... Вот, армия уже более-менее разделена. Ещё чутка. Вот, пачка, чтобы здесь была. Пачка, чтобы здесь была. Как минимум, если Гэндальф на одну будет бежать, вы отступите ею, а вторая будет продолжать стрелять. Затем вы разделите ту, которая отступила, и на маленькие такие кусочки. Это не так уж сложно. Ну, окей. Ладно, может быть, ему так проще. Не знаю, но... Повозка появилась. Теперь можно бочонок закинуть. Очень скоро будет Мамакильчик. Напоминаю, что он жрёт предел населения, и Некроманту надо будет построить дополнительные забойни, если он хочет... Если он хочет его призвать. В принципе, неплохая идея закрепиться. Тут дело не в деньгах, а в том, что освободится место, и он сможет здесь построить дополнительные здания. Места тут, кстати, много. У меня чуть какие-то лаги начались. Я надеюсь, что у вас в ролике этого не будет видно. Закидывается глаз. Пошёл обстрел. Да, лучников очень много. Если, конечно, сравнивать армии, я бы сказал, что у Некроманта она посильнее, но... В реальном сражении у Мистера Смока больше шансов. Потому что есть Гендальф, потому что есть бочонок. Ну-ка. Нет, Гендальф просто сражается. И контролит ли Некор? Некор контролит неплохо, неплохо. Практически ничего не потерял. Есть возможность призвать Мамакильчика. Повозка неплохо так продавливает. Есть ещё возможность закинуть бочонок. Который... Ах! Промахивается Мистер Смок. Гендальф ещё жив. Есть призыв Мамакила. Есть возможность взять хилку. Мистер Смок решает. Не делать этого, потому что ему удалось с помощью повозки продавить практически всех лучников. И он выигрывает без Гендальфа. Охренеть! Без Гендальфа! Всего полтора отряда копейщиков. Некроманту нужно использовать свой козырь. Причём срочно. Я надеюсь, он не зафейлит, так как это сделал Эль Пачино в прошлом матче. Потому что, ну, для Эль Пачино это, конечно, была мелочь. Он всё равно выиграл. Но вот для Некроманта это... Это ключевой момент. Да, хороший Мамакильчик. Без каких-либо проблем продавливает. Надо дальше идти. Это страх, что ли, сейчас был? Да, окей. Видимо, чёрные стрелы пугают слона. Нужно давить. Не, не драться в ближнем бою. Давить, давить это более выгодно. Тем не менее, очень много гномов погибает. Влетает урон в Гендальфа. Гендальф без хпшный. Мистер Смок жадный. Он не хочет брать хилку. Я не вижу здесь копейщиков. Можно убивать всех. Охренеть! Это попадёт в топ месяца. Шикарный просто ход от Некроманта. Минус Гендальф. Минус всё абсолютно, что было у Мистера Смока. И Некромант совершает второй камбэк в этом матче. Ну-ка, затупит ли он или будет сражаться? Да, надо отходить. Хорошо сейчас сыграл Мистер Смок. Он заходит сразу же за спину Момакилу. Что не позволяет ему сражаться с копейщиками в ближнем бою. Потому что, если он будет поворачиваться, то он по ним пройдёт. А все мы знаем, что отдача при давке копейщиков у Момакила слишком большая. И он просто умирает быстро от этого. Поэтому Некромант вынужден был им отступить. Момак у него живой. Пятого уровня. Со всеми апгрейдами. Также обилка откатилась. Очень даже большой козырь у него сейчас есть. 17 очков у Мистера Смока. Он сможет использовать землетрясение. Но насколько это для него выгодно, я даже не знаю сейчас. Побежал Момак. Кстати, лучники. О нет! Фейл! Фейл! Ах! Беда. Он слишком далеко в ряд копейщиков забежал. Какой ужас. Я бы не разменивал этого Момакильчика. Не знаю. Случайно так получилось. Или Некромант допустил ошибку. Но это очень грустно на самом деле. Ну, в любом случае, Момак окупился. То есть, тут без вопросов. Мистер Смак в шоке наверняка сидит. Сколько всего он потерял там. Это, кстати, карма. Ну, хотя, ладно, это не может быть кармой, потому что этот матч давно, видимо, был уже сыгран. Но Мистер Смак недавно писал, что Момак слишком быстро умирает от копейщиков. И как бы намекая на то, что он плохой. Но вот, вот она карма. Не зря Момак так быстро умирает на копейщиках. Потому что один Момак может целую армию слить. Поехали два тарана. Но я что-то очень сильно сомневаюсь, что сможет сейчас Мистер Смак прикрыть их чем-то. Хотя, призыв Гендальфа неплохое такое подспорье. Но мы видим здесь глашатой, а также нозгульчика, а также орки. И тараны были разбиты. Ух ты, я пропустил момент с Гендальфом. Он убил часть орков. И, по всей видимости, там были лучники с апгрейдом. Что очень даже хорошо для Мистера Смака. И мы видим, что ситуация не такая уж и плохая для него. Он смог разбить большую часть лучников. А орки против гномов особо ничего не сделают. У него есть Двалин, который сдал свой дебаф на Нозгуля. Но по всей видимости... Хотя ладно, дебаф прошел, но нозгуль все равно был убит. Также есть Балин, который раздает лидерку на броню. И может телепортировать подкрепление. Прямо под базу противника. Мистер Смог использует землетрясение. Благодаря чему отрезает Некроманта от подкреплений. Также наносит оркам... Ну, не такой уж и большой, но все же урон. И есть возможность снести крепость. Напоминаю, что Двалин атакует осадным уроном. И если его чем-то прикрыть... Он как раз возле Гендальфа стоит. Орки не смогут его как-то пронести. То он может в одиночку снести крепость. Мне кажется, это настолько же неожиданно для нас с вами, как и для Некроманта. После такого камбэка он вряд ли думал, что... Обычная атака пронесет ему абсолютно все. Правда... Мистер Смаг перестал крепость бить. Он проюзал призыв Бифора, Бофора и Бомбора, что позволяет ему хилиться в бою. Довольно-таки мощная обилка. Да, это минус крепость. Не успеет сейчас Некор выйти в Гартаура. Он мог бы, но... А, он вышел в последний момент. Увы, увы. Офигенно. Хороший матч. Шикарный даже матч. Оба игрока молодцы. Мистер Смаг молодец, что нашел в себе силы. И провести такую наглую и при этом успешную атаку. Некор тоже молодец. Ему просто надо побольше играть, больше опыта заработать. Чтобы не допускать такие ошибки. Но в целом, шикарный матч. Всем спасибо за внимание. В описании под роликом вы найдете информацию о том, где скачать эту игру. Как играть по сети, куда прислать реплей. Также можете стать спонсором этого канала, если хотите меня поддержать. Еще можете лайк поставить. Всем пока.